5 секретов создания личного бренда. Привет, меня зовут Мария Заренок и в этом видео я расскажу про секреты, как создать ваш личный бренд. Я часто вижу, как предприниматели, начиная работать над своим личным брендом, тратят очень много времени и денег не туда. Они делают не то, не с теми и платят не столько, сколько нужно для того, чтобы получить работающий личный бренд. Я поделюсь с тобой 5 секретами из моей практической деятельности, для того, чтобы ты не совершал эти ошибки. Досмотри это видео до конца и ты узнаешь 5 секретов, которые позволят тебе сэкономить и время, и деньги, и быстрее получить работающий личный бренд. Секрет номер 1. Если вы начинаете работать над личным брендом, не надо начинать с анализа конкурентов. Личный бренд это не то же самое, что бизнес. Да, выходя на рынок, в какой-то теме мы анализируем конкурентное поле, делаем бенчмарк, но личный бренд это про другое. Ведь личный бренд это про то, кто вы, куда вы идете, зачем вы туда идете, какая у вас персональная миссия, какие у вас мечты. Бизнес как реализация мечты, это про человека-бренда. И поэтому, если вы начнете с анализа конкурентов, есть риск, что увидев сильного, мощного конкурента, который с результаты, подписчики, обороты, все есть, вы можете либо побояться идти в эту тему, потому что, ну, уже все сделано, все захвачено, все понятно, либо вы можете пойти и вместо того, чтобы создать свой голубой океан на основе своих ценностей, своей философии, стать копией того, кто уже лидер на рынке. Ведь мысль какая? Если у него получилось, надо делать как он. Я вижу очень много нереализованных стратегий, незапущенных личных брендов, нерассказанных историй, просто потому, что вы начали не с того. Начните не с конкурентного поля, начните с себя. Постройте формулу бренда и ответьте на вопрос, кто вы, куда вы идете, зачем вы это делаете и какая у вас персональная миссия. Мы это называем созданием формулы личного бренда. С этого надо начинать вашу историю как человека-бренд. Секрет номер два. Если вы новичок в нише, постарайтесь как можно быстрее начать взаимодействовать с теми, кто имеет вес в этой нише. То есть с теми, кто является признанным авторитетом, обладает социальным весом, является лидером мнений для вашей аудитории. Как здесь работает позиционирование? Если он крут, а вы с ним, вы тоже крут. И на вас переходит часть его социального капитала и его репутации. Войдите в партнерство, найдите ментора, придите к нему на обучение или хотя бы на личную консультацию к этому человеку. Постарайтесь создать ассоциативную связь между вами и этим человеком. Быстрый рост в нише всегда происходит через систему правильных рекомендаций и ассоциаций. Секрет номер три. Используйте видеоконтент. Причем наверняка вы сейчас смотрите это видео, услышали эту рекомендацию и подумали, ой, ну наверное уже поздно, уже все занято, на ютубе все ниши прокачаны. Нет, сейчас еще не поздно. Можно начать прямо сегодня, прямо сейчас. И причем это не обязательно должно стоить каких-то космических денег. Да начните хотя бы проводить эфиры в инстаграме, записывать сториз. Это тоже видеоконтент. Но особенность видеоконтента в том, что именно во время видео вы обеспечиваете долгий контакт с вашей аудиторией, вы проще транслируете ваши ценности, вы становитесь более понятным и устанавливаете доверительную связь. В идеале запустите ютуб-канал. Ютуб работает как большая прогревочная воронка для вашей аудитории и позволяет легко выйти на аудиторию, которую вы даже не предполагали. Потому что бывает такое, что на канале 200 подписчиков, а видео вылетают в топ и становятся популярными и работают всегда много лет на привлечение новой аудитории к вам в бизнес. Ну и опять же, видео ведь вы, вы говорите. Это ваш энергетик, это ваши слова. И человек вовлекается в вас. Это идеальный инструмент для раскрутки и упаковки вашего личного бренда. Секрет номер 4. Не называйте себя номер 1. Это настолько уже набило оскомину, номер 1 здесь, номер 1 здесь, но эксперт такой-то. Почему? Видимо, какой-то маркетолог сделал это очень популярным, быть номер 1. Друзья, сегодня такое время, когда нужно отвечать за то, что вы декларируете. И если вы номер 1, объясните, по какому критерию, в каком регионе, по какому показателю, чтобы это было понятно. Иначе, когда у вас только начинается работа отличным брендом, а вы уже номер 1 эксперт в чем-то там, это выглядит смешно. Как говорил Станиславский, публика дура, но ты ее не обманешь. Будьте собой и пусть аудитория скажет про вас, что вы номер 1, а не вы навесили ярлык и вывесили его в Инстаграм при наличии тысячи подписчиков. Секрет номер 5. Делегируйте все, что не является вашей основной компетенцией и делает вас человеком-брендом. То есть, по большому счету, задача выписать все повторяющиеся действия, которые можно передать сотрудникам, подрядчикам, ассистенту, и передать их, чтобы освободить время для того, чтобы стать мастером в том, с чем вы хотите ассоциироваться как человек-бренд, в вашем мастерстве как человека-бренда. И, кстати, напишите в комментариях, что бы вы реально хотели делегировать как человек-бренд команде или подрядчику, или вашему персональному ассистенту. А мы посмотрим ваши ответы, и если тема актуальна, подготовим видео о том, как навигировать правильно. Поставь лайк этому видео, ведь только что ты узнал 5 секретов, как построить сильный личный бренд. И теперь сэкономишь много и времени, и ресурсов, не делая ошибок, которые делают другие предприниматели. И, кстати, я приготовила для тебя подарок. По ссылке под этим видео скачай чек-лист активации личного бренда, который поможет тебе уже завтра начать делать осознанные шаги в этом направлении. Подпишись, поставь колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых видео и узнавать секреты работы над личным брендом и создания сети полезных связей.